Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это год свершений и год преодолений трудностей Ну а для нашего города этот год станет годом значимых событий и постройки грандиозных объектов Мы про этот объект знали заранее, конечно, он уже обсуждался еще и в 2018 и в 2019 году Должен сдаться был в конце 2021 года, а уже в сентябре 2021 года все работы закончили и на день города объект был полностью завершен Земляные работы, все подходы к путепроводу, все асфальтные работы, обстановка, барьерное ограждение, все заборы, тротуары, это разметка, светофоры, да, это все наши работы Мастострой 11 взяли хороший темп, вам, получается, пришлось тоже ускориться, да? Ну да, у нас все работы были с ними параллельны и поэтому, если они ускоряют темпы, то и нам У нас неоднократно проводились переговоры с Мастостройом 11, как с генподрядчиком и мы приняли меры по усилению, по увеличению техники людей, чтобы завершить этот объект в срок Асфальта 30 тысяч тонн асфальта выпустили именно на этот объект и уложили его Это наш асфальт, который у нас тут выпускает? Да, это асфальт нашего асфальтобетонного завода, он здесь недалеко находится и его выпускали и сразу привозили на объект Конечно, в первые дни, когда открылось, это прям было желание по ней ездить, проедешь, еще раз вернешь, еще прокачешь Ну и у многих жителей такое было, они просто здесь первую неделю все катались по развязке, изучали, так сказать Я водитель с 10-летним стажем, всю жизнь я в городе Нового Уренгой, всю жизнь на этом перекрестке, вот ПМК у нас, ну, ПМК назывался, да Всю жизнь аварии, пробки, непонятно, как было проехать, потому что был нерегулируемый перекресток, не было ни шлагбаума, ничего, поезда Стабильно, если в обед, допустим, грузовик, к примеру, поезд, авария, все, перекрыто полностью, вся объездная Сейчас, сами видите, таких проблем нет, пробок как таковых вообще здесь больше нет Теперь этот вау-эффект у нас появился, появился как раз таки, если едешь со стороны, вот так вот и заезжаешь, получается, допустим, если мы ехали бы оттуда, мы бы, получается, ехали бы со стороны на дыма И со стороны на дыма ты заезжаешь, из темноты ты просто заезжаешь в максимально освещенный, масштабный, крупный объект А, еще был страх такой у многих, что будет очень скользко на съезде, у нас крайний север, скользко всегда Никаких проблем нет, ни разу не видел ДТП, чтобы кто-то в кого-то сзади приехал вот здесь, пока что, надеюсь, их не будет Так что, ну, вообще никаких вопросов нет Красивый объект с красивой подсветкой, максимально выполняет все на 100% свою функциональность Что еще от него нужно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Наш детский сад направлен на техническое творчество, и поэтому у нас очень такое хорошее, большое оснащение Здесь мы конструируем, здесь мы программируем, здесь мы создаем проекты разного вида Да, то есть детям очень нравится, родителям тоже, они с удовольствием у нас участвуют и во всяких челленджах И в мастер-классах, в мероприятиях Сейчас дети очень современные, им очень нравится техническое творчество в целом Также мы на занятиях применяем новые технологии, это 3D-очки То есть, например, нам нужно полететь на необитаемый остров Мы с детками прилетели, и чтобы это как-то реально, ну, все было реалистично Мы используем 3D-очки, дети надевают 3D-очки и рассматривают остров То есть, ну, на самом деле, это очень интересно, это такие возможности для детей Все это попробовать Очень интересно тоже объединять 3D-принтеры вместе с занятиями У нас, например, мы провели лего-конструирование, объединились с 3D-принтерами То есть, у нас сломались пропеллеры, и нам нужно было их на 3D-принтере напечатать Вот детки справились, напечатали такие вот пропеллеры замечательные Здесь у нас имеются также 3D-ручки на каждого ребенка Занятия рассчитаны на 20-25 минут Как бы в течение этого времени дети успевают, да, что-то вот смоделировать, что-то вот нарисовать Сделать модель определенную Также у нас есть станки, только что вот дети вам продемонстрировали Они совершенно безопасны, если даже во время работы нечаянно пальчиком задели вот эту пилу То никаких увечий ребенок себе не может причинить Они полностью безопасны Абсолютно, точно, полностью безопасны Бези-борды на стенах То есть, дети с родителями могут подходить, играть, что-то там находить, открывать То есть, очень интересно Для развития детей То есть, у нас везде развиваются дети и в коридорах тоже ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аркториум переехал на новый адрес 15 октября 2021 года Это день нашего открытия Переезжали мы, конечно, более длительный период Экспонаты, которые были в этнографическом музее Дома детского творчества Они побывали на разных-разных-разных площадках Предела города Новой Ренгой, но и не только И вот эти экспонаты сюда переехали полностью Музейное оборудование тоже Было докуплено оборудование новое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музейная часть музейно-образовательного комплекса Это такое пространство, где обучение происходит наиболее эффективно По такой направленности, как туристско-краеведческое Вот есть часть образовательных программ, которые относятся к туристско-краеведческой направленности У нас осталось два животного Волк Правильно Это голос волка Причем волк полярного Охотники специально записывают звуки животных Потом выставляют на своих охотничьих сайтах в интернете И можно эти голоса все-все-все послушать Все, что записано И животных, и птиц Давайте мы с вами теперь перейдем в следующий зал Экспонат бывает подлинным И он же состоит в таком научном фонде А бывает фонд научно-вспомогательный Это тоже подлинный экспонат, но, допустим, у него цикл жизни еще не очень большой Этого предмета Вообще экспонатом считаются предметы, которым 50 лет и более Вот это какой экспонат? Вот это подлинный научный Это комплект бубен и колотушка Ага, ему получается больше предметов Да, ему больше лет И самое главное, что он получен вот из той среды Из среды кочевых народов, из немецкой среды Он прямо передан музею А есть еще третий вид предметов Который выступает вообще вспомогательным материалом Это те материалы, которые могут на музейный предмет очень сильно походить Но они таковыми не являются, потому что они сделаны специально Это современная модель, сделанная в форме Как колыбель древняя, хантыйская, потому что в основном, конечно, это народ ханты Использовал бересту для украшений, для поделок Музейно-образовательный комплекс Аркториум Он не музей в классическом виде, где есть только экспонаты В основном научные, немножко в дополнении научно-вспомогательного фонда А здесь как раз предметы, созданные педагогами с детьми Или детей с педагогами совместно под их наставничеством, под их присмотром И вот эти предметы являются таким, в некотором смысле тоже экспонатом Для школьного музея это и есть экспонат Шаман принадлежал деду Надежды Салендар Костюм шамана И вот именно она его передала в этнографический музей ДДТ Дома детского творчества Здравствуйте, я учитель начальных классов школы номер 17 Кауфман Анна Владимировна В этой же школе обучается моя дочь Кауфман Одна из моих дочерей Кауфман Анастасия Мы также проживаем, как и большинство жителей в микрорайоне Восточном Уже очень длительный период времени И начиналось все с того, что много чего нас тут не устраивало Благоустроенно еще не был микрорайон Восточный Было очень неудобно Когда дети посещали школу, было очень грязно Да, особенно весенний период времени То есть не асфальтировано было? Не асфальтировано, было очень грязно Не пройти То есть можно было калоши надевать Лужи бесконечные были по всему периметру Но это детей радовало Да, каких-то определенных детей Также сделали аллею То есть можно заниматься спортивными развлечениями Спортивной деятельностью Сделали парковочные места для автомобиля Это, кстати, очень-очень при очень удобно В связи с тем, что когда шли в школу Это действительно было настолько неудобно Что между машин приходилось пробираться Но также я могу сказать и о людях Которые ходят с колясками Водят малышей в школу С этими колясками не проехать ни среди машин Ничего А сейчас, конечно, расширили парковочную зону И стало достаточно очень удобно и комфортно Для жителей микрорайона Восточного Здесь парковочные места очень удобно сделали И здесь поставили бордюр, что не ездят машины Ну, можно проходить как бы Ну, очень удобно в принципе Где дом 3.1, 3.2 Новые дома У нас построили хорошую-хорошую детскую площадку игровую Где даже мои прекрасные уже будучи взрослые дети Любят кататься на каруселях и на горках И на ледяногорке Это очень классно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Порядка как раз двух лет плюс-минус в это время Проходили в октябре публичные обсуждения Где мы собирали людей и представляли наш проект И слышали и пожелают, конечно, да Сейчас же формирование комфортной городской среды И любых таких публичных проектов А это объект номер один на самом деле в городе Был, есть и будет, я думаю Это сердце города Площадь у октября еще с советских времен Главное формообразующее общественного пространства Город Новоуренгой До реконструкции Это безликий серый асфальт Это обезличенные дома где-то Немножко по порядку расскажу И, конечно, острая нехватка освещения То есть было здесь темно Фактически это была просто транзитная пешеходная зона Не более того Понятно, что летом здесь проводились мероприятия Есть сцена в октябре и так далее Вот Конечно, стояла задача непростая Шла реконструкция именно первого этапа площади Это был, да, первый ковидный год Это просадка по строителям Это просадка по материалам Ну, то есть вся страна стада Не только страна, весь мир Вот Но, тем не менее Удалось, в принципе, закрыться по первому этапу Практически его выполнить Кое-какие работы, естественно, доделывались Благо, так получилось, что подрядчик у нас был один Местная компания Все ее знают, конечно, в Оренгойдор строят, да И, соответственно, во второй год мы уже закрыли все те вещи Любое общественное пространство, конечно, формируется Исходя из потребностей жителей То есть за благовременно Нам жители-то писали, что здесь хотят видеть Но, я еще раз повторюсь, это свет Это качественные покрытия Это малые архитектурные формы По-другому это какие-то арт-объекты, инсталляции И основное пожелание было от субъектов малого предпринимательства Это вот кофейня, откуда вы сейчас вышли Где можно всегда забежать, погреться Потихоньку мы подошли к следующему павильону Это уже идея родилась в ходе процесса реновации Смотрите, какая замечательная вещь Резиденция Деда Мороза Хорошая девушка Ну, видите, насколько здорово, да? Да, подождите, я должна была забыла забыла И главное, хорошо себя вести Весь год, а они только есть Такие вещи, которым, ну, тоже нужно идти со временем Это яркие цветные Они зимой будут, в итоге все нормально, да? Да все хорошо, да Все уже опробировано, на самом деле Есть и такие качели с применением и в Ямальском районе По Ямал-Анинскому автономному округу разным Ну, правда ведь здорово, да? Когда есть, так скажем, подсветка На самом деле еще многие вещи будут отлаживаться И где-то работают в режиме пусконаладки Потому что разные режимы освещения здесь есть Можно выключить верхний свет, включить боковой и так далее Мы совсем недавно... Белых ночей, да, можно? Да, 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 все верно Совсем недавно мы включили проекционные светильники Которые тоже там... Да, сделали линзы Вот, например, светильник дерева Я его назвал сразу арктическое дерево Как на картинке, так и есть Да, 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 и светит ярко Арка, вы знаете, выходит на проезжую улицу Центральную, на которую выходит Ну, и, в общем-то говоря, заканчивает нашу пешеходную зону Здесь мы еще летом добавим кое-какого интерактива Навигационные панели и так далее Где можно будет события и вещи описывать Ну, вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позвонили, говорит, Марина Петровна, поздравляем Вы получили квартиру Я говорю, как так То есть неожиданно, тем более, учитывая, что я в декрет собиралась Тут мамин говорит, да Ну, и говорит, вам будут ключи губернатора вручать Тут вдвойне было приятно Мы поднялись сюда наверх Мы еще не знали, какой этаж, какая квартира уже там по факту Было приятно, что с ремонтом, что вот большая Ну, знаете, есть маленькие прям совсем Есть большие Ну, было приятно Очень даже прям удивлена была Новогоднее чудо Декабрь, да, там приятно, когда там какие-то проблемы на работе Такие вот загруженностью И тут у тебя раз, вот квартира Так вот, подарочек такой Уже у нас мебель приезжает, все, сборка И Новый год уже здесь планируем встречать В Уренгое я приехала за мужем Из города Оренбурга У меня там родственники живут Я там училась, работала А муж у меня на тот момент здесь работал Ну, и работает сейчас И поэтому любви на расстоянии, я думаю, не бывает И приехала сюда Конечно, первое время тяжело Когда из большого города переезжаешь в Уренгое Тем более 8 лет назад он был немножечко другой По-другому выглядел Ну, вот обосновались и остались И так вот уже живем А здесь на тот момент Как раз не было врачей-онкологов Такой период был И по приглашению, да, я приехала сюда Дыша куда-то в другое место не хочет Субтитры создавал DimaTorzok Ремонт длился, ну, в течение 10 месяцев То есть практически с начала и до конца года Сейчас уже детская поликлиника Радушно открыла свои стены для маленьких пациентов Работа была проведена глобальная То есть, как она считалась капремонтом Она таковым и являлась То есть ремонту подверглись и инженерные коммуникации В частности, системы вентиляции И кондиционирования оборудованной сплит-системы Большое внимание было уделено отделке помещений Для удобства мамочек и маленьких пациентов Была организована открытая регистратора Очень красивая, очень удобная, современная Большое внимание было уделено обустройству Для маломобильных граждан То есть у нас был обустроен панду с колясочной В связи с обращениями граждан Также на первом этаже был организован санузел Для маломобильных пациентов В частности, тоже по доступной среде Было много мероприятий проведено Заменены ограждения лестничной клетки Восстановлена запасная лестница Особое внимание уделяли мебели Чтобы она была не только удобной Но и безопасной для маленьких пациентов Ну и ту задачу, которую мы ставили перед началом работ Это не больница Это место, где детки лечатся Им здесь удобно, радостно И они должны себя чувствовать позитивно Детка лечатся Детка лечатся Буквально в феврале этого года Детской библиотеке исполнилось 40 лет И пришло время для полной перезагрузки Более пяти месяцев потребовалось На создание абсолютно новой Уникальной библиотеки И мы приглашаем вас в путешествие В мир знаний Тема модернизации осуществлялась у нас По теме путешествия Сейчас на данный момент мы находимся с вами в зоне космоса Зона космоса нас встречает с интерактивной карты Звездного неба Каждый может подойти и ознакомиться Со звездами нашего, так скажем, звездного неба Нажимая на кнопку Мы можем услышать, что это за звезда Красивые созвездия северной части неба Дальше мы переходим в нашу студию Студия у нас фото и видео Здесь у нас реализуется проект Школа юного блогера Где мы обучаем ведению социальных сетей Инстаграм, ТикТок Наших маленьких-маленьких блогеров Также у нас набор до сих пор осуществляется Дети от 10 лет могут принять участие в нашем проекте Дальше мы переходим в зону воздуха Зона воздуха – это зона старшего абонемента Ранее детская библиотека не обслуживала взрослое население Но на данный момент мы обслуживаем все население В зоне воздуха также представлены автоматизированные рабочие места И здесь проходят у нас мастер-классы Также у нас есть зона дорог Зона ПДД Здесь у нас представлены книги старшего абонемента И, конечно же, здесь у нас проходит интерактивная программа По правилам дорожного движения Обучаем деток, как правильно переходить дорогу И как правильно себя вести в тех или иных ситуациях дорожного движения И, конечно же, нам в этом помогает светофор интерактивный Где мы можем деткам показать наглядно, на какой свет нам можно переходить, а на какой нельзя Перемещаемся в зону воды Зона воды – это зона младшего абонемента Где представлены книжки для дошкольного возраста И, конечно же, это зона настольных игр Здесь представлены напольные игры И также у нас действуют интерактивные выставки Книжные выставки по теме путешествия Конферент-зона В этой зоне у нас проходят различные тематические мероприятия Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас стол для приема животных Стол для персонала, письменный стол Шкафы для документов и холодильник для хранения медикаментов Пойдем на красотку Давай будем смотреть с тобой Давай ушки посмотрим Ушки Ушки чистые Давай второе ушко Не хочет Мышуля Мышка Ушки чистые Умница Давайте покажу вам еще нашу операционную Она по соседству Да, она по соседству Проходите Операционный стол Холодильник для хранения медикаментов И то, о чем мы мечтали Хирургическая лампа То есть она нам помогает освещать в процессе хирургических вмешательств Упрощает, улучшает качество видимости того, что мы делаем Пойдемте покажу У нас еще есть одно помещение дополнительное Пока что еще не совсем оборудовано Мы только получаем оборудование новейшее Здесь у нас мы уже получили клетки для стационара животных И всякое различное у нас для дезинфекции оборудования Для дезинфекции помещения и инструментов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Появилось оно благодаря нашему губернатору Дмитрию Андреевичу Он помог приобрести это помещение Сделать ремонт Плюс выделил деньги на финансирование На приобретение оборудования Помещение это Оно порядка 800 квадратов Это довольно-таки значимый момент в нашем городе Потому что давно уже было необходимо Было такое помещение для наших подростков Для того, чтобы они занимались патриотическим воспитанием Это помещение, оно используется как ресурсная площадка То есть здесь есть ребята, которые постоянно приходят, занимаются А есть вот как ресурсная площадка Это приходят различные организации То есть добровольческие, те, которые занимаются патриотическим воспитанием И они проводят здесь именно на базе этого помещения Они проводят здесь различные свои собрания, семинары Вот мы дошли до тира нашего Здесь в тире ребята наши занимаются метанием ножей Вот специально сделан отсек с мишенями Мы подошли к следующему залу Это спортивный зал Здесь ребята у нас занимаются То есть здесь есть шведская стенка, штанга, гантели То есть здесь чисто проходит физическая подготовка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда назвали мою фамилию, было, конечно, очень приятно Эмоции несравнимы ни с чем Я честно, откровенно могу сказать, что это был, ну, самый лучший день в моей жизни Меня, кстати, после этого как спрашивали, сидели, разговаривали А как же там рождение дочери, там твоя первая свадьба, как же так Ну, в любом случае к этому готовишься А тут такое неожиданно Причем за какие-то несколько минут ты понимаешь, что вот сейчас могут назвать, могут не назвать Я, честно говоря, не ожидал Я даже, мне кажется, я психологически даже не был готов к этому То есть долго я не мог прийти в себя Волнительно, приятно Приятно, что поддерживали люди, горожане, коллеги Изначально планировали подать работу с Игорем Растеряевым, известным музыкантом Вот, и в последний момент я подумал, что Растеряев это Растеряев, его все знают И у нас есть такой музыкант, подали работу, где ко мне приходил в гости Сергей Чагадаев Вот, и, как выяснилось, не прогадал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»